Дорогие женщины и девушки, бабушки и мамы, тёщи и свекрови, от всей души хочу поздравить вас в первую очередь с праздником весны, с праздником 8 марта. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были самые красивые и самые мудрые, самые добрые, самые заботливые, самые любимые и самые любящие. Женщины, девушки, мамы, бабушки, с праздником вас! Желаю вам добра, мира, любви и всего самого-самого хорошего. И конечно же, чтобы ваши мужчины не только 8 марта, но и в течение всей вашей жизни носили вас на руках в прямом и переносном смысле этого слова. А теперь приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. По статистике Гугла, аудитория нашего канала по гендерному фактору состоит из 77% мужчин и всего лишь 23% женщин. Ну, в первую очередь, приглашаю всех женщин, зрительниц подписаться на наш канал. А во вторую очередь, сегодняшний рецепт, дорогие мужики, адресован вам. Приготовьте вашим женщинам потрясающий, просто невероятно классный десерт на праздничный стол 8 марта или на любой другой праздничный стол. Или просто не на праздничный стол, а просто на семейный обед при свечах или на семейный ужин при свечах. Очень вкусно и очень просто. Давайте я вам расскажу, как это сделать. Не пугайтесь количеству ингредиентов, все будет достаточно просто. Этот десерт мы будем делать из рикотты, из сыра, который получается после приготовления любого сыра. Также можно использовать творог и можно использовать маскарпоне. Это что касается основного ингредиента. Также нам понадобятся сливки. Сливки можно использовать в принципе любой жирности. Можно использовать магазинные. Мы используем снятые сливки, поэтому я заранее говорю, я не знаю какая их жирность. Это сливки с молока. Коричневый тростниковый сахар. В данном случае используем консервированную вишню. Вишню в сиропе. Можно использовать в принципе любые ягоды, как консервированные, так и свежие. Далее грецкие орехи, размолотые в ступке. Просто в ступке, вот обычные ядрышки орешков, берем в ступке и толщем. Песочное печенье. Вот такое вот. Вот, господа мужчины, рецепт для вас напоминаю. В обычном кухонном комбайне измельчаете его вот в такую вот пудру. Далее ванилин, немножко цедры лимона, лимонный сок, сахарная пудра и две груши. Рецепт рассчитан на приготовление четырех десертов. Мы для примера взяли вот такие вот креманочки. И можно также в обычных стаканах типа для виски приготовить. Друзья, количество ингредиентов и текстовый пошаговый рецепт найдете в описании видео. Что-то я перед праздником уже вот 8 марта близко-близко и сердце бьется как олень. А я уже заикаюсь перед праздником. Так вот, что я хотел сказать. Давайте приступим. В первую очередь очистим грушу от кожицы. Далее разрежем грушу на четыре части. И вырежем плодоножку, косточку. Вот всю вот эту вот лишнюю лабуду, так сказать. Вот что-то такая груша, что мне сейчас кажется, что она до десерта не доживет у нас. Я ее слопаю быстрее. Далее всю грушу порежем на кубики. Размер кубиков нам надо, чтобы был примерно миллиметров 6-7. Вот как-то вот так вот. Далее на разогретой сковородке растапливаем небольшой кусочек вот такой вот малюсенький сливочного масла. Упс! Масло убежало. Вы подумаете, у меня случайно масло убежало? Не, нифига подобного. Это специально фокус был такой. И отправляем сюда нашу грушу. Будем ее карамелизировать. Или карамелизовать. Карамелизировать, наверное. Друзья, на медленном огне обжариваем в течение пяти минут. Естественно, постоянно помешивая. Но смотрите, так сильно не надо ее толочь, чтобы не превратить грушу в пюре. Просто перемешиваем аккуратненько, чтобы груша припустилась. И в ней задержится сахар. Он будет потихонечку карамелизироваться. Груша размягчилась за пять минут. Стала вот такая вот мягенькая и прозрачная. Теперь добавляем сюда тростниковый сахар. И вот так вот еще припускаем где-то в течение минуты, чтобы сахар полностью растворился. Перемещаем грушу на тарелку. Для того, чтобы она остыла. Что-то маленькую тарелку я взял. Ну да ладно. Далее, друзья, приступим к приготовлению творожного наполнителя для десерта. Отправляем в миксер весь творог. И смотрите, мы делаем из рикотты. Если вы делаете из творога, то лимонный сок вам не понадобится. И можно сливок немножко больше добавить. Начинаем вымешивать. Сюда сливки. Далее ванилинчик. Лимонный сок. Лимонную же цедру. И сахарную пудру. После этого взбиваем всю эту историю миксером до однородной массы. Я вам покажу, как должно получиться. В результате у нас должна получиться вот такая вот однородная масса. Теперь надо подождать, пока груша полностью остынет до комнатной температуры. Друзья, все готово. Приступим к формированию десертов. И самое главное, вот пока остывала груша, не сожрать большинство сырной массы. Потому что она такая вкусная. Но я, если честно, приложился к ней уже порядком, скажем так. На дно емкости, в которой мы будем подавать десерты, выкладываем тоненький слой. Все слои будут примерно по сантиметру. Вообще, ту последовательность, которую я делаю, соблюдать совершенно не обязательно. Теперь присыпаем слоем где-то полсантиметра орешков. Ой, не орешков, печенька. Вот таким вот образом. Далее, наша карамелизированная груша. Тоже слоем где-то в один сантиметр. Ну вот, в один кубик. Ну вот, примерно вот так вот, да? Дальше, слой греческих орешков. Я, конечно, немножко коряво это делаю. Когда это делает Лариса, у нее получается значительно красивее. Но этот рецепт для мужчин. Теперь опять слой сырной массы. Вот тут вот сложность. Надо ее аккуратненько, ровненько распределить. Так, чтобы она с орешками не перемешалась. Вот это вот сейчас возьму салфеточку и аккуратненько подотру. Чтобы снаружи все это было красиво. Дальше, опять слой молотого печенья. В стакане удобнее готовить. Чик. Слоененько и все получается. Вот как этот слой сделать ровный в креманке, я, честно говоря, не знаю. Сейчас будем пробовать. Лариса будет, наверное, надо мной ржать. У нее так аккуратненько все это получается. А у меня немножко коряло. Ничего страшного, друзья. Теперь. Вишня. Вишня, вишня, вишня. Зимняя вишня. И так тоже выкладываем ровненьким слоем. Видите, в креманке я сделал достаточно толстые предыдущие слои. И получилось. Мне его сейчас надо еще сырной массой накрыть. Лариса точно оборжет. Ничего. Сюда точно так же. Дальше. Все это присыпаем греческими орешками. Ну, конечно, орешки у меня будут повсюду. Ладно, потом уберу. Главное, чтобы жена не увидела. Друзья, зато так вкусно будет. Это, наверное, самый вкусный десерт в моей жизни. Поверьте, если вы завтра потратите немножко времени, вернее, сегодня, уже сегодня, потратите немножко времени и приготовите для своих любимых женщин, для жен, для дочерей. Такой десерт. Они просто будут счастливы. Так, вот тут вот самое... Самое, так сказать... Это вам не колбасу делать, мужики. Пальцем пиханую, так сказать. Насколько удобнее в стакане делать, чем в креманке. Сейчас креманка у меня, конечно, мозг. Ничего. Главное, этот слой сделать аккуратненько. То, что мы где-то потом набокопорим, можно вытереть салфеточкой. Короче, если будете делать, делайте лучше в бокалах для виски. Значительно проще, чем в креманках. Дело в том, что Лариса все время делает этот десерт в креманках. Но у нее уже рука набита, не то, что у меня. Теперь можно взять... Так, тут еще надо немножко загладить. Чик. Чтоб ровненько было. А краешки стаканчика бумажным полотенцем, чтобы было красиво. Вот так вот аккуратненько берем и вытираем. Как-то вот так вот. Осталось только украсить наш десерт. Сверху орешков. Можно, кстати, и тертого шоколада сюда, если ваши девочки любят шоколад. Вот как-то так. Красиво? Господа мужчины, колбасники, самогонщики, скажите мне, не слабо для своей любимой женщины сделать такую штучку? Вишенку на торте. Самую красивую надо выбрать. Сюда можно даже три вишенки. А то одна здесь будет чересчур одинока. И какой-нибудь листик мяты. Бздынь? Бздынь, я сказал. И бздынь. Все, отправляем в холодильник на часок и будем дегустировать. Вы не поверите, я буду дегустировать для вас даже этот замечательный десерт. Чего не сделаешь для зрителей. Ну и вот, посмотрите, как это выглядит. По-моему, очень красиво и аппетитно. И вот еще, когда я второй собирал в креманке, я сделал немножко такую выпуклую поверхность. Смотрится получше. Ну что, господа колбасники, самогонщики. Я стараюсь для вас, чтобы вы постарались для своих женщин на 8 марта. Конечно, излишне рассказывать, насколько это вкусно. Но я все-таки попробую. Десерт просто потрясающий. С легкой кислинкой. То есть, я не люблю притерно-сладких десертов. Я люблю такие кисловатые. И вот, поверьте, от него оторваться просто невозможно. Но это... Это словами не передать через камеру. Поверьте. Карамельная груша. Вот, кстати, в грушу можно было бы добавить еще немножко, если ваши дамы такое любят. Немножко коньячка. Буквально пару капель. Будет вообще... Друзья, с удовольствием вам представляю такой простенький десерт. И готовится очень быстро, без всяких премудростей. Как видите, ничего печь не надо. И любой мужик рано утром, 8 марта, может приготовить такую штуку и удивить свою половинку или свою семью. Ну, в общем, поздравляйте своих девушек, своих мам, своих бабушек, своих дочерей с 8 марта. И приготовьте им такой десерт. А мы, друзья, традиционно вместе с Ларисой сегодня празднуем 8 марта. А завтра начинаем готовить для вас вкусные, интересные колбасы, сыры и, конечно же, бухлишко. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.